Аминь И начнем наше путешествие по страницам Торы На этой неделе мы с вами изучаем недельную главу, которая называется Мишпатим Продолжаем изучение второй книги Торы И читаем с 21 главы первого стиха книги Шмот по 24 главу включительно В прошлом году так получилось, что я эту главу уже комментировал И мы с вами рассматривали один такой интересный закон Закон, который регулирует отношения между родителями и детьми Сегодня же я хочу, чтобы мы с вами рассмотрели не менее интересный закон Закон рабства Ну и я бы сказал даже не сам закон рассмотрели А вообще концепцию рабства, которая описана в Священном Писании Конечно, в рамках того времени, которое у нас есть Так, и хочу я, чтобы мы этот вопрос рассмотрели в таких четырех проекциях Во-первых, мы его рассмотрим, рассмотрим непосредственно сам закон Потом мы рассмотрим, во-вторых, что говорит о рабстве Брит Хадаша В-третьих, мы поговорим, что этот закон дает лично нам с вами И в-четвертых, мы рассмотрим эскатологическую перспективу То есть перспективу вечности Я не буду читать сам закон Там достаточно много стихов для чтения Я думаю, вы сами сможете это сделать Единственное, что у нас происходит с нами в наших сознаниях, когда мы этот закон читаем Возникает вопрос Ну как же, Бог только вывел народ из рабства И опять вопросы какого-то рабства возникают Что это за противоречия? Скажу вам, что здесь противоречия никакого нету И Бог, отделив для себя свой народ, дал ему закон Который кардинально отличался от законодательных систем других народов того времени И именно вопрос рабства, который поднимается в Торе Он дает нам возможность проникнуть в цель божественных институтов социальной справедливости И главное посмотреть на этот закон в правильной проекции И для этого нам надо всегда помнить Иметь в своем понимании Божий замысел Который он имел изначально для своего творения И для того, чтобы, смотря на то, как Бог в этом замысле Он избрал израильский народ для того, чтобы осуществить этот свой Божий план И так, первая проекция рабства Это рабство нашей недельной главы И сразу скажу, что Смотря на то, что написано в Торе Мы можем видеть, что еврей, по сути, он не мог быть рабом навсегда Он не мог быть рабом постоянно Это уже не является, смотря на это, мы видим, что это уже не является тем видом рабства Которое было практикуемо на тот период времени Потому что на тот период времени раб Это была собственность господина Ну, практически то же самое, что вещь Еврея вообще в положение раба Могло привести только лишь кража чужого имущества Причем в том случае, если украв что-то у другого человека У него не было возможности возместить нанесенный ущерб И этот вариант как раз он описан в нашей главе И я скажу, что вот в 22 главе, в 3 стихе Это 2 из глав по синодальной разбивке Мы читаем следующие стихи Укравший должен заплатить Если ему, если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им И из написанного можно сделать определенные выводы Что, во-первых, продать могли только мужчину Потому что написано, что его Мы видим, что из этого, что женщина не могла продаться Быть продана в такой ситуации Интересен даже сам вопрос того Как происходило, осуществлялось само наказание И по закону, как бы, преступник определялся в семью У которой он что-либо украл Причем, если мы посмотрим То в этой семье к нему относились Должны были относиться совершенно нормально К нему должны были относиться как к брату Его должны были уважать По сути, он становился как член семьи Частью этой семьи Его не садили, как обычно принято, преступников в тюрьму Где он из обычного преступника превращался в закоренелого преступника И, ну, это хорошо всем известная система Что человек, который попадает в тюрьму один раз Он, как правило, туда возвращается Поднабирается опыта Выходит с новым опытом И все продолжается очень и очень долго И мы видим, что согласно этому закону Наоборот, семья своим примером Она должна была помочь и показать человеку Как можно жить нормально И при этом в семье к нему относились нормально И его же семья не страдала в этом вопросе Потому что та семья, в которую он попадал Она брала всю заботу и материальное обеспечение О его жене, о его детях Еще один вариант мы видим в Писании Когда еврей продавался Это случай полного обещания Там написано, что он продавался Но, по сути, это не было рабство Он продавал не себя Он продавал свой труд Потому что Писание говорит о том Что он должен был быть как наемник у тебя Не как раб, а как наемник И в любом случае, рано или поздно Еврей, попавший в такую вот зависимость Или по суду, или за обнищание Он становился свободным В год Шмиты он должен был быть отпущен в свободу А мы знаем, что также в юбилейный год Он, помимо того, что евреи отпускались Им еще возвращались все наделы Возвращались все имущество Причем интересно то, что выходя от человека У которого он находился На человеке, у которого он был, скажем так, в рабстве Лежала ответственность отпустить его Со всем необходимым для того, чтобы он смог начать Нормальную жизнь Как нормальный индивидуум общества Хорошо Таким образом, друзья, мы видим с вами Что Бог действительно, он вывел свой народ Из человеческого рабства Чтобы Израиль и Божий народ Он был свободным народом Но при этом интересно, что каждый еврей Он оставался рабом Но рабом Богу Об этом написано вот в книге Ваекра 25 глава Которая как раз говорит о вопросе Когда человек, еврея, обнищает Что он мог продать себя В наем То в контексте этого написано следующее Это 25 глава Левит 40-43 стих До юбилейного года пусть работают у тебя А тогда пусть отойдет он от тебя Сам и дети его с ним И возвратится в племя свое И вступит опять во владение отцов своих Потому что они мои рабы Которых я вывел из земли египетской Не должно продавать их Как продают рабов И из Писания мы знаем Что Израиль не всегда был послушный В этом вопросе И если мы вспомним История царя Седеки Я думаю, вы помните эту историю Пророк Иеремия Он обличил царя Как раз именно в том Что в неисполнении этого закона И мы видим, как Не только царя, а народ И мы видим, как народ Вместе с царем Они как бы раскаиваются Отпустили всех своих братьев Но через время все вернулось на круги своя Они опять начали брать их в рабы себе И что произошло? Произошло после этого наказание И я скажу, что ключевым аргументом Бога вынесения приговора Было как раз неисполнение Рассматриваемого сегодня нами закона Это показывает как раз важность Закона рабства Теперь, друзья, вторая проекция Что говорит нам Брит Хадыша о рабстве? Что говорит нам Новый Завет об этом? Когда мы читаем Новый Завет То мы видим, что О рабстве говорится очень много Во-первых, Ешуа Он очень любил в своих притчах Использовать образ раба И мы знаем, что в период его служения Рабство, оно было по сути частью культуры Того времени Апостол Павел, он в своих посланиях Трижды акцентировал свое внимание На взаимоотношениях рабов и господ Имея в виду, что такая форма взаимоотношений Имеет место среди христиан Среди Божьего народа Таким образом, мы видим, что Рабство, как социальное явление Того времени, оно не отвергалось Ни Мессии, оно не отвергалось апостолами Однако, несмотря на Социальный статус Взаимоотношения В рамках Этого социального статуса Они должны были быть правильными С пониманием того, что Как над рабами, так и над господами Есть Бог И по сути все являются рабами Господа И в таком формате Господь повелевает нам Принимать друг друга Независимо от нашего статуса Как раз понимание того, что над нами есть Бог Оно движет нас в правильном Должно было двигать Вернее, не нас Их на тот период времени К правильному отношению Друг к другу И ярким примером Этого принятия Является послание К Филимону, которое писал Раф Шауль И в котором он как раз пытается Урегулировать вопрос Взаимоотношений Между Филимоном Христианским олигархом Ну, если имел врагов И рабов И Анисимом Это беглый раб И призывая Анисима Вернуться к своему господину Он призывает Филимона Принять его Но принять уже не как раба А как написано Но выше раба Брата возлюбленного Особенно мне А тем больше И по плоти А тем больше тебе И по плоти И в Господи И мы видим Что продолжается Концепция Ветхого Завета Указывающая на Правильное отношение В среде Божьего народа Это Ну, как говорят у нас В Одессе Одна сторона медали Но есть и вторая сторона медали Это то, что Если мы посмотрим Учение самого Ишуа Машеха То увидим Что он В Новом Завете Больше акцентирует Внимание на Не на внешнем Проявлении рабства А на Внутреннем Состоянии свободы И Прочитаю вам Евангелие от Иоанна Хорошо нам известная История Когда У Ишуа прошел Диалог С иудеями Которые следовали за ним После чего Эти иудеи Почему-то Перестали это делать Восьмая глава Евангелия от Иоанна Тогда сказал Ишуа К уверовавшим в него Иудеям Если пребудете В слове моем То вы истинно Мои ученики И познаете истину И истинно Сделает вас Свободными Ему отвечали Мы семя Аврамова И не были рабами Никому Никогда Как же ты говоришь Сделайтесь Свободными Иисус отвечал им Истинно Истинно говорю вам Всякий Делающий Грех Есть раб Греха Но раб Не пребывает В доме Вечно Сын Пребывает Вечно Итак Если сын Освободит вас То истинно Свободны Будете И тут мы видим Несостаковку Понимания Внешнего И внутреннего И иудеи Они У них была Ассоциация С внешним Мы не были Рабами А Ишуа Говорил Как раз Об обратном Он говорил О внутренней Свободе Итак Третья проекция Это наше С вами время И давайте Посмотрим Теперь Как Это все Хорошо Как это Касается Нас С вами Людей Которые С рабством Знакомы Только по Книжкам Живем В стране Где рабство Было отменено В 1861 году Ну я имею ввиду Крепостное право Для нас Это что-то Очень такое Далекое И непонятное Как же это Нам Поможет И мы можем Все-таки Видеть Что Законы Торы Я бы сказал Даже не законы А Принципы Торы Которые отображены В законах Они Могут Использоваться И Нами С вами И сегодня И пример Послания К Филимону Пример Нашей Недельной Главы И другие Тексты Которые Говорят О рабстве Они как раз И помогут Нам Помогают Увидеть Принципы Божьи И в любом Случае Смотря На части Священного Писания Которые Святственные Непосредственно С рабством Как социальным Явлением Мы можем Видеть Что В большей степени Акцентируется Внимание На взаимоотношениях Однако Если Ну Мы подумаем То мы увидим Что материальная Часть вопроса По-любому Присутствует Потому что Раб По сути Он является Ну Какой-то Прибыль От раба Зависела Прибыль Господина И раб Своим Трудом Во-первых Мы в нашей Главе Читаем Что он Возмещал Нанесерный Ущерб Наемник Он приносил Материальную Пользу Своему Господину И Анисим Он Приносил Пользу Для своего Филимона И поэтому Мы сможем С вами Видеть Как раз Принципы Как раз Материальных Взаимоотношений И Цель рабства В нашей Главе Это Возмещение Ущерба И помочь Оступившемуся Брату Это одна Сторонной Медали Но Интересно то Что еврейские Комментаторы Говорят Вот К примеру Михилти Это толкование Как раз Книги Шмот Они говорят Что Сторона Которой Был Нанесен Ущерб Она Могла Простить Этого Человека Не обязательно Она должна Была Его забрать К себе В рабство Это Как крайний Случай Когда Человек Не способен Был Это Сделать Но Рекомендация Простить Брата Помочь Где-то Ну Опять же С рассмотрением Ситуации Это интересно Уже И Мы Также Видим Что Раб Шауль В ситуации С Филимоном Он выступает В роли Посредника И Хочет Урегулировать Вопрос Между Рабом И Его Господином При этом Он готов Стать участником Материального Возмещения Он не просто Говорит Прими Он говорит Если что-то Я заплачу Говорит И Это Хороший Вопрос Подхода К решению Как раз Материальных Спорных Вопросов Я скажу Друзья Что Ну Очень много Здесь полезных И интересных Принципов Мы можем Видеть Времени У нас Немножко Мало Ну Скажу Так Что Нам Также Важно Понимать Что Есть Другая Плоскость И Смотря на Писание Мы видим Как Дух Святой Он переводит Этот вопрос В Новом Завете Немножечко В другую Плоскость И Это Духовная Плоскость Где Больше Акцентирует Как я Говорил Внимание На Внутренней Свободе Говоря Что Мы Не Рабы Греха Что Мы Не Должники Плоти Что Мы Рабы Праведности И Рабы Бога И Тут Мы Видим Определенный Парадокс Мы Видим То Что Мы Вроде Дети Божьи Но В то же Самое Время Должны Быть Рабами Божьими Да Как Дети Божьи И Рабы Божьи Однако Этот Казалось Бы Парадокс Он Становится Для Нас Если Мы Его Понимаем И Принимаем Он Становится Для Нас Движущей И Мотивационной Силой И Целью В жизни Целью В жизни Целью Посвящения Своей Жизни Богу И Если Мы Посмотрим Пример Ишуа Мессия Опять Так О нем Написано Это Послание К Филиппийцам Вторая Глава Ибо Вас Должны Быть Те же Чувствования Какие И В Мессии Ишуа Он Будучи Образом Божьим Не Почел Хищением Быть Равным Богу Но Уничижил Себя Самого Приняв Образ Раба Сделавшись Подобным Человеку И По виду Став Как Человек Смирил Себя Быв Послушным Даже До Смерти И Смерти Крестной Посему И Бог Превознес Его И Дал Его Имя Выше Всякого Имени Для Бы Пред Именем Иисуса Преклонилось Сякое Колено Небесных Земных И Преисподней И Всякий Язык Исповедовал Господа Ишуа Мессию Славу Богу Отца Ишуа Принял Образ Раба Я Скажу Друзья Что Мы Должны Жить Дочери Которые Смирили Себя И Стали Рабами Богу Котовы Отдать Всю Свою Жизнь Для Служения Своему Богу И Своему Спасителю Это Очень Важный Момент И Напоследок Коротко Четвертая Проекция Это Проекция Будущего Как Мы С вами Прочитали В послании К филипийцам Бог Прославил Ишуа Мессию И Нас С вами Он Также Хочет Прославить Друзья Бог Хочет Прославить Нас В Ишуа И Раб Шауль Когда Он Говорил О спасении Раскрывал Концепцию Спасения В послании К римлянам Он Говорил Очень Интересные Слова Ибо Кого Он Предузнал Тем И Предопределил Быть Подобными Образу Сына Своего Дабы Он Был Первородный Между Братьями Его Между Многими Братьями А Кого Он Предопределил Тех И Призвал А Кого Призвал Тех И Оправдал А Кого Оправдал Тех И Прославил И Я Скажу Друзья Что Это Прославление Оно Совершится В будущем В нашей Жизни Если Мы Дойдем Наш Путь До Конца Это Совершится Тогда Когда Мы Обретем С вами Новые Безгрешные Тела И На Небесах Будут Дети Божии Но Те Дети Которые Смогли Смирить Себя И Принять Образ Раба Если Мы Посмотрим Апостолы Всегда Называли Себя Рабами Божьими И Откровение Пишет Нам Следующее Но Престол Бога И Агнца Будет В нем И Рабы Его Будут Служить Ему На Небесах Будут Рабы Его Мы Видим Там Детей Которые Стали Рабами Будут Служить Ему Коротко Итог Бог Сотворил Человека Свободным Человек Свободным Мы Сотворены По Образу Божьему И Поподобию Мы Сотворены Свободными Но Грехоплодение Оно Принесло Рабство В жизнь Человека Рабство Греху И Рабство Как Социальное Явление И Вот Сегодня Мы Увидели С вами Развитие Божьего Плана В котором Божий Народ Должен Обрести Полную Свободу Чтобы Стать Рабами Богу И Итак Друзья Хочу Вам Как Божий Народ Применяя Принципы Божьего Царства И Подчиняя Своей Жизни Ишуа Мессии Понимая Что Мы С вами Являемся Рабами Бога Всевышнего Субтитры